Как я люблю старейшину Джозефа Вертлина. В 1899 году поэт Ридиард Киплинг обратился к Британской империи с такими словами, предостерегающими от гордыни. Вражде и смуте есть конец. Вожди уходят и князья. «Лишь сокрушение сердец. Вот жертва вечная твоя». Говоря о сокрушении сердец, как вечной жертве, Киплинг, очевидно, имел в виду слова царя Давида в 50-м псалме. «Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное». Слова Давида свидетельствуют о том, что даже в эпоху Ветхого Завета народ Господа понимал, что Богу нужно отдавать свои сердца, потому что однишлих всесожжений недостаточно. Жертвы, приносимые в устроении Моисея, символически указывали на искупительную жертву Мессии, которой один мог примирить грешного человека с Богом. Амулек учил. «И вот, это и есть полный смысл закона, который вполне указывает на ту великую и последнюю жертву, которая есть Сын Божий». «Иисус Христос после Своего воскресения возвестил народу с Нового Света, «Ваши жертвы и всесожжения должны прекратиться, ибо Я больше не приму их. И в жертву Мне вам надо приносить сокрушенное сердце и кающийся дух, и всякого приходящего ко Мне сокрушенным сердцем Я буду крестить огнем и Духом Святым». Что же такое сокрушенное сердце и кающийся дух? И почему это считается жертвой? Как во всем остальном, жизнь Спасителя стала для нас совершенным примером. Несмотря на то, что Иисус из Назарета был совершенно безгрешен, Он всю жизнь прожил сокрушенным сердцем и кающимся духом, что проявилось в Его подчинении воле Отца, Он сказал, «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшую Меня от Сын». Своим ученикам Он сказал, «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». А когда пришло время заплатить высшую жертву, связанную с искуплением, Христос не уклонился от горькой чаши, но полностью предал Себе воле Отца. Полное и совершенное подчинение Спасителя Вечному Отцу — вот сама суть сокрушенного сердца и кающегося духа. Пример Христа показывает, что сокрушенное сердце есть вечное свойство божественности. Когда наши сердца сокрушены, мы полностью открыты для Духа Божьего и осознаем нашу зависимость от Него во всем, что у нас есть, и во всем, что мы есть сами. Таким образом, жертва становится жертвой гордыни во всех ее формах. «Подобно мягкой глине в руках опытного гончара, сокрушенные сердцем могут стать податливым материалом в руках Учителя. Сокрушенное сердце и кающийся дух — это также непременное условие покаяния». Легий сказал, «Ибо искупление в Святом Мессии и через Него достигается». Вот во исполнении требований закона Он предает Себя жертву за грехи всех тех, которые сокрушены сердцем и кающиеся духом. И ни для кого другого не исполняется сей закон. Когда мы грешим и хочем получить прощение, сокрушенное сердце и кающийся дух помогает нам испытать то, что называется печаль ради Бога, которая производит покаяние. Она приходит, когда наше желание очиститься от греха становится столь всепоглощающим, что сердце переполняет горе и печаль, и мы жаждем обрести мир с нашим Небесным Отцом. Сокрушенные сердцем и исполненные кающегося духом с готовностью делают все, о чем просит Бог, не противясь и не испытывая чувства обиды. Мы перестаем делать все по-своему и учимся поступать по воле Божией. Лишь при таком полном подчинении искупление обретает силу и только тогда может произойти истинное покаяние. И тогда кающийся испытывает освящающую силу Святого Духа, который наполняет его душем миру и радостью от примирения с Богом. В чудесном слиянии божественных качеств тот же Бог, который заповедовал нам иметь сокрушенное сердце, призывает нас радоваться и не унывать. «Когда мы получаем прощение грехов, сокрушенное сердце служит божественным щитом, защищающим нас от ускушений. Нефий молился, «Да будут навсегда закрыты врата ада передо мною, ибо сокрушено сердце мое и смирен Дух мой». Сар Вениамин учил свой народ, говоря, «Если у них будет глубокое смирение, они всегда смогут радоваться, они будут преисполнены любовью Божьей и всегда будут хранить отпущение грехов». Если мы отдаем свои сердца Господу, мирские соблазны просто лишаются своей притягательной силы. Есть еще одно измерение сокрушенного сердца, а именно наша глубокая благодарность за страдания Христа. которую Он претерпел ради нас. В Гефсимании Спаситель не зашел ниже всего, взяв на Себя бремя грехов каждого человеческого существа. А на Голгофе Он предал душу Свою насмерть, и Его великое сердце буквально разрывалось от все поглощающей любви к Детям Божьим. Когда мы помним о Спасителе, и Его страдания наши сердца тоже сокрушаются от благодарности за помазанника. Если мы будем приносить Ему в жертву все, что у нас есть, и самих Себя, Господь исполнит наши сердца покоем. Он исцелит сокрушенных сердцев и наградит нас любовью Божией самой сладкой и самой чистой на свете. И об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok